Комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по Крыму Пост пред Украины Вон Ельченко назвал документ самой сильной резолюцией ООН по правам человека в аннексированном Крыму Резолюция требует от России вернуть оккупированные территории и признать Сенцова политзаключенным Комитет Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября Принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в аннексированном России Крыму Резолюция прошла Третий Комитет Генеральной Ассамблеи Украинская резолюция называется ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина В документе в числе прочего указывается Что Россия должна подтвердить недопустимость захвата территории Крыма Дать обязательство вернуть оккупированные территории и признать политзаключенными Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усейна Куку В резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяют пытки Выбивая ложные показания в политически мотивированных делах А также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины В документе содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН Обозначать в официальных документах украинский полуостров только как Автономная Республика Крым и город Севастополь Которые являются временно оккупированными Российской Федерацией В документе содержится призыв к России предоставить доступ к незаконно удерживаемых украинских граждан На российской территории и в Крыму Независимым врачам из международных медицинских организаций А также украинским должностным лицам Одновременно выдвигается требование к России прекратить практику привлечения жителей Крыма к участию в ее военных операциях А также остановить депортацию украинских граждан с Крымского полуострова за то, что они не имеют российского гражданства Поддержку этого документа проголосовали 67 стран 26 выступили против И 82 воздержались Против резолюции помимо России Выступили Армения, Беларусь, Боливе, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан Мьяньма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве Президент Украины Петр Порошенко отметил Что резолюция была принята, несмотря на яростное сопротивление России Он обещал Что Москва не избежит международной ответственности за агрессию, оккупацию и нарушение прав человека Подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и пишите комментарии Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok